Всем здравствуйте! Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как выбирать готовые полуфабрикаты на примере котлет. На самом деле все достаточно просто, нужно научиться читать состав. Если вы покупаете котлеты и на первом месте в составе нет мяса, скорее всего данный продукт не очень хорошего качества, поищите на полках что-нибудь другое. Смотрите, если на первом месте стоит мясо цыплят-бройлеров, соответственно, главный ингредиент данного продукта все же мясо, а не что-либо другое. Читайте при этом дальше, то есть первое, второе, третье место самое важное в составе. Здесь у нас идет мясо цыплят, жир и сухари панировочные. В целом все то же самое и вы добавляете в свои котлеты. Мы в понедельник показывали наш закуп и я сказала о том, что мы покупаем готовые котлеты себе, когда нам нужно быстро приготовить какой-то обед или перекус, когда мы не успеваем покушать свою еду. Нас попросили рассказать, как мы ими пользуемся. Ну все достаточно просто. Нам для этого понадобится сковородка, ее нужно будет обязательно хорошо накалить, никогда не начинаете жарить продукты на холодной сковороде. И обязательно нужно небольшое количество масла. Но опять же советую читать состав, читать упаковку. Способ приготовления. Размороженные котлеты обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны с добавлением небольшого количества масла. А затем добавить 100 мл воды и тушить, закрыв крышкой. Такой способ, кстати, очень хороший. Я его использую всегда дома. Тем самым котлеты получаются пропаренные, такие пышные и очень мягкие. Мы для сравнения сегодня пожарим оба варианта котлет. Это особые и с сыром. Их можно жарить вместе, так как это обе котлетки куриные, ничего страшного не будет. Все просто. Мы сейчас попарим минут с каждой стороны и попробуем потом действительно налить водички, закрыть крышкой и потушить. Посмотрим, что получится. После того, как я перевернула котлеты, я убавила огонь. У меня стояло до этого цифра 8, сейчас стоит шестерочка. Почему я это сделала? Масло уже накалено. Соответственно, переворачиваем уже в хорошо разогретое масло. Если вы не убавите огонь, есть шанс того, что у вас все начнет уже гореть, а при этом середина котлет не успеет пропечься, поэтому убавляйте обязательно огонь. Еще через минуту я добавляю холодной воды. Делаю я это скорее на глаз. Мне нужно, чтобы вода закрывала котлетки ровно наполовину. Убавляю огонь и оставляю их тушиться, томиться, для того, чтобы они хорошо прожарились и стали такие пушистые и очень вкусные. Мы томили наши котлеты примерно 5-6 минут. Мы не переворачивали их. Они получились такие прям воздушные, пышные, не зажаристые. Это я сняла сейчас с огня котлету с сыром. Ух ты!